Здравствуйте, друзья! Не знаю, что случилось с нашей почтой, но эта посылка дошла из Америки за 14 дней. Ждал я ее быстро, ну, дошла она до меня быстро, а вообще ждал я, когда что посылка ко мне придет. Ой, наверное, началась эта вся эпопея в сентябре месяце. То есть посмотрел на сайте Leatherman, что вышла у них новая модель. То есть написал я им письмо, когда она появится, спросил. Они мне ответили, что в сентябре они ее ждут. Потом принеслось это дело на ноябрь. В ноябре она появилась в сайте, как официально, что она есть и будет. Но на ebay, не знаю, долго никто не занимался. И мы только вот в январе посчастливилось мне найти в конце января продавца, который за нормальные деньги согласился писать это дело в Россию. Так, поехали. Что мы тут имеем в этой посылке? Бумага, ну, как обычно. И вот такая вот ежедневная коробка. То есть это всем знакомое. Объяснять не надо, что это. Это две обкладки с разными битками для Leatherman. То есть все это шло в комплекте. То есть весь комплект обошелся мне, ну, грубо говоря, в 111 долларов. То есть 86,95 за все вот это. 23,95 за приорити доставку. В общем, 111 долларов, 50 центров, грубо говоря. Что мы за это имеем? То есть мы имеем за это битки. 40 штук, наверное. И мы имеем здесь вот что. Leatherman Search Black. Ну, это Leatherman Search версия 2013 года. То есть это обновленный Leatherman Search. Вот такой вот Made in China. Вот такая кожа дебилая, хочу вам сказать, господа. А, наверное, тут кармашек под битки, да, вот один. Так, ну, ага, это у нас что? Это у нас алмазный напильник. Что я не помню, на старых сержах была вот здесь дырка? Отверстие или не было? Ладно, так. И сам Leatherman Search. Все очень тяжелая, зараза, мощная. Так, давайте ради интереса инструкцию к фильму посмотрим. Сначала в том же будем, ну, как всегда, ну, сколько можно. Редупреждение. Редупреждение. Ну, кто-нибудь скажет, когда-нибудь Leatherman, что в русском языке слово «редупреждение» пишется с большой буквы «п» или нет? Так, вот она инструкция к своему Leatherman. Посмотрите, как интересно, на сайте инструкция еще старая, а здесь уже новый аппарат. Ну, ладно, потомил вас потомил. Давайте теперь смотреть, что же мы имеем. Как обычно, лезвие, клинок 420HC. Какой-то пыльный он весь. Так, это понятно. С другой стороны, клинок серрейторный. Это все понятно. Здесь где-то у нас должны быть ножницы. Так, ага, ну-то еще, наверное, должно. Так, что-то здесь, не могу понять. Как тут пружина работает? Ладно, потом разберусь. А, во, все. То есть надо было просто немножечко подергать. То есть ножницы, реально большие ножницы. То есть ножницы, ну, полноценные. В принципе, мне нравятся. Ага, а почему это тоже? Но лайнер локи. Так, и вот что самое, одно из новых. Вот для чего я как раз таки его и ждал. Вот, и почему я хотел тебе именно все еще. Потому что здесь меняется либо пилка, либо вот такой вот надфиль. И они здесь пообещали, что они поменяли систему... Как тут это делается-то? Типа, просто в сторону отводится, да? Что они поменяли систему вот эту запирание. Ё-моё! Вот, пошла родимая. Наверное. Ну, видите, все надо ему переработаться. То есть вот, можно открыть. А так открываешь. Вытаскиваешь. И чем хорошо, что вроде бы, как обещали, что бошевские пилки подойдут. Так, есть у меня тут какая-то убитая бошевская пилка. Вот, она встала. И, насколько помните, раньше всегда говорили, что в первой модели Лазермана, то есть пилка бошевская остановилась, но она ходила ходуном. Вот, теперь посмотрим, как это будет здесь. То есть поставили бошевскую пилку. И она практически не люфтит. Если не люфтит, то ну, чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Ну, конечно, его не закроешь с этой дурой. Но, в принципе, такая возможность есть. И это очень приятно. Почему черный? Ну, нравится мне... Черный. А, это надо еще дать. Вот, попривыкнуть к этой системе. Что здесь? Куда? Так вот закрыли. Так вот приоткрыли. Ох, эти мытарства. Сдернули. Пока, конечно, будет стоять родная, но, в принципе, если она что-то будет пилить, то, конечно, буду использовать бошевские пилки. Это будет проще. То есть, все понятно. Вот это вот мне понравилось. Сделано хорошо, не люфтит. Все это, опять-таки, лайнером держится. Так, что тут у нас есть? Наверное, все. С этой стороны четыре предмета. Открываем. Еще одно усовершенствование. Как всегда, Лазерман вначале ходит очень тяжело. Смотрите сюда. Видите? Щипчики. Кусачки. Те кусачки стали, как на... Супертул, да, или что там было? 300-й тул. Супертул 300, да. И какие-то еще у них модели, где кусачки сделаны. Такие вот отдельные пластинки из стали 154CM. В принципе, их можно поменять. Видите, вот идет... Это все дело на торксах. На ebay прямо продается такой комплект. То есть два таких вот торксовых винта, ключ. И два от этих губок-кусачек. Ну, как всегда, то есть сейчас Лазерман. Надо ему разойтись, иначе он будет очень тугим. Что мы имеем здесь? Ну, как всегда, линейка в дюймах и в сантиметрах. То есть тут ничего не изменилось. Не знаю, как, наверное, вот так вот она должна работать. Ладно, буду делать обзор, потом посмотрим. Что это еще у нас есть? Бит-драйвер. Ну, стандартный бит-драйвер. Для всей этой битки. Все это дело крепится вот с защелкой. То есть она сама не закроется. Вот видите, вот коромысло. Вот. Нажали. Закрыли. То есть бит-драйвер. Это хорошо. Еще тут есть какая-то открывашка. Сейчас ее... Не знаю, ну что-то замачивать в чем-то придется. Или просто так разработать. То есть тут открывашка. Стандартный нож консервный. И здесь же инструмент для зачистки проводов. То есть это все, как и было на старом мультитуле, ничего не поменялось. Вот не два инструмента. То есть здесь инструментов три. Итак, поехали. Маленькая отвертка. Большая отвертка. Это этот странный инструмент. То ли шила, то ли свайка. Ну, в принципе, таким инструментом на нашем викторинокс вот так вот достаточно в хорошее отверстие можно проделывать дерево. То есть здесь ушел бит-драйвер для маленьких биток. Не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны, может, не нужны маленькие битки. С другой стороны, вот эта вот битка, вот первая, часовая. Но вставлять часовую битку в такой вот мультитулеще и пытаться там починить какую-то, не знаю, мелочь, какие-то часики или какие-то очки, ну... Маловероятно. Так, ну, бит-драйвер. То есть тут, так по-моему, нет возможности как-то что-то ставить маленькие биты. Нет, наверное, нет. То есть только вот одни вот эти и все. Понятно. Ну, в общем, вот такой вот инструмент. То есть главное, что мне понравилось, это то, что теперь можно вот эти вот бошевские пилки ставить. Они не люфтят. И, конечно, вот это вот. Те можно смело кусать все, что считаешь нужным. И никаких проблем. То есть, если в случае чего повредил, взял просто, поменял битки. Эти битки как-то, ну... Губки на новые и все. Вот так все это вставляется. Что-то закрывается. Ну, не знаю, может быть, со временем я чехол поменяю, а может, это останется. Ну, крепление, как обычно, вертикальное, вертикальное и горизонтальное. Все, как всегда, у Лазермана. Два каких-то кармашка под бит-драйверы за нитями. Вот так вот. То есть, была смешка. Появился у меня большой. Все же. Ну, что еще? Ну, вот, вот эти сюда, заметите, вот здесь вот. Ведь эта часть ножа ровная, но здесь нож с плейном. Вот здесь насечки, значит, это нож с территером. Ну, пока все. Будем ждать тестов. Ну, руки, конечно, грязные. Черные от него стали. Но я думаю, это пока. Пока сейчас смазка не уляжется. Все это вот не оботрется. Всем спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok